здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена и наша рубрика а вот по поводу рубрики села уже настроилась было рассказывать про водолеевы в принципе так оно и будет чуть позднее но задумалась над тем что у нас сейчас предпраздничный хлопот и кстати всех своих подписчиков поздравляю с наступающим новым годом почему заранее потому что для хозяйка это горячая пора и по большому счету мне пришло на ум не рассказать ли нам не пообеседовать ли нам вообще о новогоднем меню и дело это ответственное важно сейчас как раз последние поиски интересных рецептов и я решила поделиться с примерным меню которое подготовила к новому году дело в том что обычно мы эти ролики снимаем таким образом что я показываю пошагово все рецепты но дело в том что новогоднее меню предполагает готовку несколько дней вклиняться с камерой в этот момент достаточно проблематично потому что одновременно готовится несколько блюд вот и акцентироваться на каком-то одном это будет затруднительно поэтому я решила вам сегодня рассказать о том как приготавливается блюдо а потом после праздничной свободной обстановки мы эти все блюда приготовим по шагу поэтому для тех кто вообще как бы у нас еще только осваивает кухню может им это видео будут не совсем удобно ну а для тех кто уже не первый день на кухнях может быть вы сориентируетесь и примите мои идеи себе ну так сказать для для работы меню у меня конечно не супер пупер а огромная потому что мы живем сейчас время то у нас в общем то где бы мы не жили достаточно тревожная и сильно с продуктами получается накладно но даже из самых простых продуктов можно приготовить изумительные вещи сначала пройдемся по блюдам горячего стола почему я говорю по блюдам потому что во первых новогодние праздники предполагают приличное количество людей это раз второе что эти люди проведут с вами новогоднюю ночь я предполагаю и говорю о родственниках может быть знакомые и разойдутся по домам а родственники останутся и будут они еще закусывать дня два-три это уж как минимум поэтому подготавливаемся сразу с таким расчетом чтобы нам на следующий день готовить не пришлось и так первый раздел моего рассказа будет касаться горячих блюд если вам интересно настраивайтесь начнем с блюд из птицы пожалуй это будет наиболее интересное блюдо я вам уже предшествующем ролике показывала что можно сделать например из куриных окорочков или там например фрагментов курицы которые вам нравятся там бедрышки и прочее у нас уже мы готовили их под сливочным соусом с грибами это вам как вариант праздничного блюда вполне уместно и интересно но у нас любят птицу запеченную поэтому я в этот раз решила делать на новый год курицу с апельсинами и делайте легко и просто для того чтобы сделать эту эту вещь вам необходимо бройлерная курица она как правило бывает свыше килограмма то есть такая мясистая дородная курица естественно она уже поступает к нам выпотрошена никаких проблем с этим у нас не будет мы ее промываем естественно тщательно просушиваем полотенцем это обязательно почему просушиваем полотенце потому что излишняя влага как бы мы ее и потом в термическую обработку не отправляли чтобы мы с ней не делали кроме варки она не дает образовываться румяной корочки нам этого допускать нельзя поэтому мы тщательно промачиваем салфетками бумажными или полотенцем с таким расчетом чтобы наша курочка была совершенно сухая что необходимо дальше на одну курицу вам потребуется имбирь имбирь может у нас попасть двумя способами свежий то есть в виде корня тогда вам потребуется где-то кусочек примерно один сантиметр который вы мелко потрете на терке сырный например и у вас получится кажется из имбиря я же предпочитаю учитывая что у свежего имбиря очень ярко выраженный вкус несколько рисковатый поэтому я предпочитаю пользоваться сухим который делает только отголоски привкуса имбиря но при этом при всем не тянет на себя одеяло в любом случае вы берете то что у вас есть под рукой и так если он у вас сухой имбирь вы натираете тушку со всех сторон щедро порошком имбиря туда же порошку имбиря добавляйте пожалуйста душистый или черный перец молотый вот у вас получается такая тушка уже покрывается дополнительными специями аналогично точно также делайте это все внутри не забудьте пожалуйста посолить курицу и снаружи и внутри все непременно потому что запеченные курица как правило вся соль остается у них на корочке соответственно если вы хорошенько ее посолите со всех сторон не пропуская ни одного кусочка тем самым вот ваша курица останется не пресной а соленой вот соответственно мы ее натерли специями солью перчиком наша тушка подготовлена коль было заявлено с апельсинами куда мы кладем апельсины первонаперво конечно апельсины очищаются от их кожуры вот и дольки апельсиновые разделяются закладываются во внутрь тушки в результате у вас получается курица на фаршированная апельсинами те кто любит пикантные вкусы разнообразные я вам очень рекомендую положить крупные фрагменты еще лука дополнительно если вы чувствуете что ваши апельсины ну уж сильно кислые можно еще их прежде чем фаршировать ими посыпать немного сахаром закрывайте отверстие своей курицы вот этим фаршем но у вас такая будет интересная появится очень пикантный сок во время запекания как запекать курицу я конечно сторонник того чтобы курицу запекать в рукаве в рукаве во первых это делается быстро во вторых это совершенно беспроблемно для вас и для печки потому что ничего не разбрызгается кроме того курица в рукаве делается в собственном соку то есть за счет термической обработки выделяется влага эта влага никуда не девается образуется сок курица изумительно пропекается и соответственно еще остается сочным поэтому против рукава никаких предубеждений нет и быть не может каким образом это все делается отрезается кусок от рукава для запекания курица аккуратно вкладывается во внутрь вашего отрезка у рукава для запекания всегда есть такой гребешок перфорация на месте которого рука всклеивается вот эта перфорация всегда должна находиться по центру вашей тушки то есть имеется виду не сбоку не под курицей а по центру вот тушки вашей курицы эта перфорация частично сбрасывает через себя дополнительных пар вот эти вот перфорации они очень тоненькие и если вы правильно и хорошо запаковали свою рука в результате когда он попадает курица в горячую атмосферу рукав раздувается вокруг нее шаром это говорит о том что вы все сделали правильно и у вас нигде нет больших утечек тепла если вы видите по каким-то причинам что у вас рукав не надувается духовке это значит что вы очень неаккуратно с ним обращались во время фасовки вашей курицы вы его где-то надорвали уже того эффекта не будет который мы ожидаем от запеченной курицы в рукаве но тем не менее придется запекать такое видео в котором она есть концы вашего рукава за курицей мы завязываем нитками или там соответственным шнурком который прикладывается в результате у вас получается конфет вот эту конфету с курицей хорошо повторяю сдобренные специями нафаршированными апельсинами мы укладываем в рукав завязываем я такие вещи обычно не кладу просто на лист а еще определяю соответственную емкость не очень в этом смысле выручает гусятницу укладываю эту свою так сказать конфетную курицу в гусятницу и устанавливаю в заранее разогретую духовку до 200 градусов я курицу запекаю первые можно сказать 40 минут при 200 градусов потом чуть-чуть температуру сбавляю наблюдайте пожалуйста за тем как выглядит ваша курица обычно на нашего броллера часа хватает с головой для того чтобы его довести до полного изнеможения прорумянивания и курица получается исключительно сочная чем выгодно это блюдо ну во первых оно удается у любого человека у кого только есть рука под рукой это раз во вторых оно исключительно сочное напоминаю и можно сказать там нет ни грамма жира кроме собственных ресурсов курицы то тоже немаловажно в результате пропекания апельсины частично отдадут свой сок курица будет очень пикантная нежность приятным вкусом если вам не нравится например там запеченные фрукты перед тем как подавать к столу вы можете вычистить их из полости курицы и подавать ее в виде мяса желательно конечно по возможности тушку расфилировать еще до подачи к столу я понимаю она будет горячая теперь еще парочку слов для тех кто все таки с рукавом еще не дружит или никогда его не пользовал когда вы достаете курицу из духовки ваш рукав раздут как пузырь он раздут не просто так а потому что он накопил огромное количество пара пар этот раскаленный поэтому для того чтобы курицу свою вообще не приступить вы должны аккуратно при помощи ножа желательно с длинным лезвия проколоть этот пузырь для того чтобы пар вырвался ожидая этот процесс конечно вы должны устраниться как можно дальше чтобы не получить себе сюрприз века никому горячий пар не полезен это совершенно очевидно как только пар будет сброшен вы можете смело браться за концы вашей конфетки вынимать эту конструкцию из гусятницы вот рядом должно быть уже сервировочное блюдо на которое вы еще дальше проделаете отверстие в рукаве вы дряхуете свою курицу там уже на сервировочном блюде начинайте им придавать уже вид к подаче блюдо исключительно прекрасно под картошку пюре это вообще вне всякого конкурса сок который у вас останется в использованном рукаве обязательно когда разрежете курицу на порционной куске будьте любезны слейте пожалуйста на сервировочное блюдо чтобы этот сок вернулся к курице так она будет гораздо интереснее и фруктовые соки которые добавятся к мясным изумительным способом сделают это деликатное и пикантное блюдо поистине праздничным о том как его украсить ну тут уже дорогие мои друзья ваша фантазия можно ничем не украшать бегом нести к гостям они его украсят быстрее чем вы думаете потому что в данном случае такая курочка есть один из самых прекрасных праздничных вариантов во первых быстро можно установить эту курицу непосредственно с таким расчетом чтобы после боя курантов сразу ее принести непосредственно к столу на приготовление вам достаточно будет всего одного часа бывает такая история что допустим вы не рассчитали температуру и курица у вас внутри рукава не зарумянилась бывает такая бледновато выход есть и в этом случае через час ее вынимайте из духовки надрезайте свой пакет если у вас есть под рукой 2 ложки майонеза смажьте быстренько грудку майонезом если вам нравятся пикантные варианты не забудьте тогда к майонезу добавить например столовую ложку меда и вот этим делом быстренько смажьте грудку и верните уже в разрезанном пакете то есть не вынимайте курицу а просто надрезайте верхнюю часть пакета вот так вот разворачиваете и жар в духовке может добраться до кожицы вашей курицы соответственно она буквально минут за 5-7 мед карамелизируется и курица приобретает очень нарядную золотистую корочку да говорить не показывать но дорогие мои друзья я вам клятвенно обещаю что после праздничного марафона все о чем я говорила я вам приготовлю покажу на глазах даже если вы не решите сделать это себе на новый год у нас еще впереди рождество почему бы это все не повторить не на рождество в конце концов есть старый новый год или дни рождения все эти блюда будут обязательно продемонстрированы но мне так хочется чтобы вы получили информацию до праздника чтобы может кто-то все таки решится что-то приготовить про первое блюдо рассказал впереди у нас второй вариант блюда из птиц если вам допустим хочется еще помимо курицы что-то подать к столу например у вас предполагается ночная перемена блюд давайте поговорим вот я всегда например себе думаю курица например кто-то любит кто-то нет что придумать еще и тут вот частые явления утка многие говорят утки жирные мы их не любим мы их не хотим мы их не будем есть безусловно утка одна из самых жирных птиц есть такие вот у нас разновидности уток которые собственно говоря более мясистые это так называемые индоутки кто специалист в этом деле тут прекрасно знает о чем я говорю индоутка менее жирная более мясистая утка но их не так часто можно добыть разве что на базаре а нам привозят обыкновенные пекинские утки так называемые то бишь белая утка недостаточно жиров если вы себе все-таки решили приобрести утку как я что я делаю со своей уткой когда я ее приношу во первых в основании хвостика вот там где у нас расчиняет тушку утки соответственно вот видно количество жира которое она на себя носит утки аккумулирует жир как и многие другие птицы в районе так сказать своей гуски соответственно вы берете если вам не нравится сильно жирная утка вы там легко и просто можете ножом срезать все излишки сала которые вам не нужны тем самым уже как бы сделаете его более постной и еще есть методы каким образом можно утку сделать более деликатной пикантной и менее нагрузочной для поджелудочной железы ну во первых ее как правило вы же помните гуся и утку часто фаршируют яблоками но это очень скучно фаршировать утку одними яблоками я для таких новогодних мероприятий еще покупаю всегда бруснику или клюкву с брусникой реже бывает у нас возможности у кого например есть доступ к бруснике можете основаться на ней а у кого нету значит тогда на клюкву ее чаще можно купить значит каким образом мы дальше поступаем с уткой точно так же обрезали лишний жир вот перед нами тушка утки мы ее промываем обсушиваем это уже не обсуждается в данном случае обсушиваем достаточно смело потому что утку в отличие от курицы мы не будем запекать в рукаве мы будем ее запекать в духовке соответственно она тем более должна быть хорошо просушена после того как мы просушили утку мы ее внутри полости хорошенько насаливаем и наперчиваем хорошенько это так смело берем щипоть хорошую соли всыпаем в отверстие которая у нас разделочная есть у тушки и втираем в стенки внутри соль и перчик для того чтобы мясо не было пресным аналогичным способом натираем всю тушку утки поверху с грудки со спинки в общем она у нас натерта какие специи можно использовать как минимум соль вот и душистый перец это уже не обсуждается это как говорится обязательно вот остальные специи сильно пахучие специи я вам не рекомендую все таки утки есть тонкий нежный свой аромат перебивать его дополнительными специями это не целесообразно поэтому подчеркиваем только есть еще такая специя так называемая сванская соль чем она отличается от любой другой или там гималайское родство как правило их продают уже с дополнительными специями они универсальны подходит практически под любой вид мясо птицы рыбы поэтому в данном случае если у вас под рукой находится сванская соль или гималайской со специями можете воспользоваться ими не ошибетесь только помните что морская сванская и гималайская соли они более крепкие поэтому не усердствуйте для того чтобы все таки вашу утку не пересолить итак с тушкой мы разобрались крылышки подвязывать не надо ножки в одну кучу собирать не надо то есть от вас только обсушить ее и натереть специи дальше чем будем фаршировать для чего нужны фрукты для утки если у вас утка постная но совсем не жирная обычно рекомендовано таких уток например фаршировать рисом если вы хотите нафаршировать рисом то вам надо просто отварить рис желательно до пологотовности потому что вы помните что ей еще находиться рису надо находиться вместе с уткой при приготовлении поэтому в данном случае чтобы не было что рис переварится превратится в клейкую массу поэтому желательно аль денте до пологотовности как это понять взяли рисинку куснули вы видите что она уже не хрустит как первоначальный рис но еще некоторое давление зубами вам надо осуществить значит вот это и есть пологотовность такой рис выкладывается в емкость даем ему чуть-чуть просохнуть туда рубим лук репчатый смешиваем подсаливаем начинку и некоторые кто любит пикантное добавляет изюм дополнительно в рис все это перемешивается и заправляется во внутрь тушки утки утки я же знаешь какую я утку приобрела к новому году делаю ставку на яблоки и на клюкву каким образом подготавливается эта начинка яблоки режутся довольно таки крупными кусочками сильно там мельчить не надо нам же не нужно чтобы внутри утки образовался мармелад нам необходимо чтобы эти дольки яблок не потеряли окончательно свою форму поэтому на одну тушку яблок в зависимости от того какая у вас тушка вот тушка может вот такая быть или вот такая то есть количество яблок подбирается от двух до трех крупных вот например ну в зависимости какой напоминаю какую тушку вы купили для того чтобы решить вопрос из лишнего жира он как бы меньше замечается если появляется какая-то пикантная кислинка этой кислинки мы от яблок особо не дождемся потому что зимние сорта яблок редко бывают кислые прошу прощения ты так возьмешься за ролик обязательно кому-то ты потребуешься остро семья большая и как вы знаете как на грех вот многие говорят вот выключите телефоны не могу выключить телефоны престарелые родители дети все время кому-то совет кому-то что-то от меня надо ну приятно быть центром вселенной но ролик снять без дополнительных спецэффектов не получается так что извините дорогие мои друзья и так вернемся к нашей кислинке для того чтобы ее достигнуть учитывая что на яблоке я особо не возлагаю тут никакого особого эффекта поэтому в данном случае я к яблокам крупно порезанным добавляю клюкву клюкву примерно на утку где-то вот примерно пригоршня клюквы у вас должна быть берете перемешиваете клюкву и яблоки между собой в отдельной мисочке обязательно туда добавляете столовую ложку сахара не надо пугаться потому что должна появиться должен появиться сок клюкву отдаст кислинку яблоки дадут аромат сахар в дополнительную сладость и туда же хорошую щепотку соль вот это все перемешиваете очень уместно добавить душистый или черный перчик молотый все это перемешиваете и прямо в тушку не надо никого зашивать не надо утки создавать лишние проблемы и себе в том числе в данном случае даже если у вас какая-то долька выпадет ничего страшного с этой долькой не произойдет мы все равно эти яблоки потом будем извлекать из утки и подавать с таким вот яблочным гарниром дело в том что каким образом я все это делаю я нафаршировала утку а те яблоки которые у меня остались в излишке я их никуда не деваю до этих яблок мы еще дойдем то есть у меня часть начинки остается в стороне для дополнительного аромата яблоком и клюкве я еще режу довольно таки крупными кусочками одну луковицу потому что лук что удивительно очень здорово там играет вместе со всем букетом фруктовым внутри утки поверьте мне это очень вкусно вот таким образом набиваем нашу утку что делаем дальше вам потребуется лоток с высокими бортами либо утятница либо гусятница но мне больше подходит лоток почему я вам сейчас расскажу дело в том что в этом лотке должна уместиться ваша утка а на донышко утку мы будем класть перед тем как отправлять в духовку на спинку то есть она сверху к нам повернута до животика мы видим начинку на дно этого лотка я наливаю примерно грамм 300 воды вот так вот смело и неожиданно в зависимости от размера вашего лотка подливайте воду с таким расчетом чтобы вы увидели что спинка утки находится в воде воду не солим не перчим ничего и вот утку в таком виде отправляем в духовку многие спрашивают каким образом в холодную или в горячую духовку надо отправлять утку поверьте мне я ее отправляю в холодную духовку в холодную духовку и момент прогревания у меня идет постепенно за это время пока у меня утка прогревается в духовке вместе с духовкой она потихонечку начинает выпаривать из себя излишний жир излишнюю влагу вся она поступает на то количество воды которое мною было уже долито до этого предварительно на днище как только я вижу что температура в духовке достаточно уже набралась и уже моя утка начинает исполнять первые признаки того что она начинает поджариваться я запасаюсь ложкой с длинной ручкой и каждые 15 минут начинаю обливать свою утку при помощи этой ложки с таким расчетом чтобы сок который скапливается на дне вашего лотка попадал на на утку и создавал ту золотистую корочку ради которой мы вообще эту утку и печем да проблем здесь появляется достаточно все таки придется запасаться временем и терпением и каждые 15 минут или даже каждые 10 минут тут уж халтурить нельзя вы должны поливать свою утку дополнительно этим соком поверьте мне ваше усердие будет отблагодарено во-первых представьте себе что курица утка у вас на глазах будет золотиться сок который у вас образуется позволит ей остаться сочной и прекрасной если вы его допустим оставите только на дне низ у вас будет достаточно сочной утки а верх засохнет в виде сухарика это категорически допускать нельзя итак вы постоянно начинаете этим соком поливать утку на приготовление утки в зависимости конечно от ее возраста у вас может уйти например час двадцать а то и полтора часа чем моложе утка тем соответственно она быстрее пропекается вы допустим не можете ориентироваться какого возраста у вас птица поэтому проверяем как каждый раз проверять любую птицу на готовность у вас есть ножки они заканчиваются частью косточки вот если взяться за эту косточку и потянуть если вы чувствуете что косточка у вас свободно движется внутри окорочка это говорит о том что ваша птица пропеклась и еще один известный способ проверки готовности птицы это прокол тушки ножом если вы прокололи вашу тушку и сок потек прозрачный это говорит о том что птица готова если сок еще мутный с примесью крови это говорит о том что мы продолжаем ее обливать соком и запекать блюдо ответственное блюдо кропотливое для хозяйки готовить или нет решайте сами но в любом случае дорогие мои друзья почему я пеку утку таким образом а не запекая ее в рукаве вы же помните что рукав сохраняет все соки и все что необходимо было в утке соберется внутри рукава я вам сразу сказала что утка достаточно жирный продукт я не думаю что тот смалец который вы вытопите из своей утки вам потом понравится вот почему утку я не запекаю в рукаве а запекаю таким традиционным образом сок который образовался в результате его будет больше чем вам необходимо он вами используется в момент запекания как промащивание утки создание ее сочности а потом соответственно тоже даже истекают излишней жиры которые в утке находятся поэтому как только вы ее пропечете вам достаточно будет вынуть вашу утку из лотка и принести на красивое сервировочное блюдо те яблоки которые и клюква будут находиться внутри вашей утки создают прекрасный гарнир к ней теперь по поводу тех яблок которые у вас остались как только вы увидите что ваша утка практически готова вот вот она уже будет готова напоминаю вы ее прокололи смотрите сок уже вот будет сейчас прозрачный косточку потянули вот она уже начинает ходить излишки своих яблок которые остались разложите в сок который образовался под уткой вокруг тушки пока будет доходить утка до своего финального варианта яблоки успеют тоже пропитаться соком и слегка приготовиться это замечательный роскошный гарнир утки с яблоками я вам обещаю клятвину что все рецепты которые я сейчас заявила я обязательно все вам покажу я прямо чувствовала что так и будет и куриц взяла две и уток две так что одно сидим под новый год про который я сейчас вам рассказываю так долго и старательно а следующее под рождество я вам уже подкажу под видео для того чтобы подкрепить свой рассказ конкретными уже так сказать примерами я долго размышляла все таки делать вам такой экскурс или не делать без показа все таки думаю что вам это будет полезно если уж вы меня так строго не судите но уж очень хотелось помочь тем хозяйкам которые еще размышляют и мучаются чтобы им вкусненького приготовить надеюсь все таки мой рассказ достаточно внятный и вы поняли какие идеи я вам сейчас подбрасываю в любом случае уже о двух блюдах новогодних я вам успела рассказать но это еще не все следующее блюдо которое будет подано к горячему столу я считаю тоже заслуживает внимания собственно говоря это традиционное блюдо для немецкой кухни вот мы собственно говоря знаем чем любят у нас увлекаться немцы это вечные пивные фестивали и прочее но под это должна быть закуска и вот там очень любят подавать так называемую рульку запеченную кстати оказалось весьма интересное и полезное блюдо и об этой рульке я вам расскажу отдельно довольно таки оригинально готовится и самое главное что кое-какие заготовки можно сделать накануне вот например 30 числа вы решили сделать заготовки чтобы вам 31 было меньше так сказать хлопот на кухне что во первых такое рулька мы все готовим холодцы с голяшки и прекрасно представляем себе свиную ножку как только у нее обрезали копыт и начинается так сказать самая ножка голяшка это самая толстая часть ножки это совершенно очевидно а до колена за вычетом копытца есть вот такая вот часть конусовидная это и называется рулька это одна из самых дешевых частей свиной туши даже если у вас уж очень экономная экономный бюджет отпущен на праздники что касается рульок их можно все таки купить в достаточном количестве из них можно приготовить изумительное блюдо в немецком стиле и вот я вам сейчас об этом расскажу так вот вы накупили себе этих рульок что вам необходимо первонаперво сделать 30 числа устанавливаете или укладываете свои рульки в большую емкость ну кастрюлю скажем так и 30 числа отвариваете их до готовности не забывайте пожалуйста что вы должны будете посолить готовите их варите как примерно холодит самое главное не допускайте пожалуйста полной в разваривании рульки после варки она у вас должна сохранить форму чтобы вы когда ее достанете из своего котла которым варили они по прежнему имели цельный вид это очень важно потому что мы с вами готовим не холодец который разбираем потом на волокна нам необходимо чтобы у нас с вами на блюде потом эти рульки красиво и нарядно были установлены в центре стола стали прекрасным закусочным и так мы просто варим наши рульки забрасываем их в холодную воду устанавливаем на огонь доводим до кипения снимаем шумовкой пену добавляем соль по вкусу свой бульон вы даже можете попробовать он должен быть достаточно соленый не забудьте туда забросить специи какие забрасываются специи перец горошком лавровый лист это из самых таких примитивных вещей и как только у вас вы соберете пену шумовкой температуру кипения прекратите так чтобы у вас бульон едва едва только кипел и где-то часа на полтора забудьте про свои рульки напоминаю очень трудно вам объяснить время варки поскольку молодая рулька варится за час такая можно сказать средняя по возрасту рулька на нее надо будет полтора часа но такая преклонная рулька уже будет вариться и два часа каким образом проверяем просто заглядываем в кастрюлю смотрим ориентируемся на косточку если вы видите что мясо уже возле косточки разбухло что косточка уже свободно движется внутри мяса а это легко понять вы сами увидите что мясо уже разварилось это сигнал потому что срочно ваши рульки должны быть отставлены уже в сторону на охлаждение как только в бульон можно уже будет добраться без травматизма для кожи то есть он слегка подостынет аккуратно шумовкой вынимайте свои рульки и устанавливайте на каком-нибудь поддоне для того чтобы они охладились и не потеряли свою форму ваша заготовка для запеченных рулях готова и так как вы понимаете чем еще хорош этот метод рулька достаточно жирный предмет вы прекрасно понимаете что у свиньи под кожей может быть достаточно сала никому это сало есть не хочется вот в момент когда вы варите вы львиную часть жира из этой рульки у вас уже уходит бульон бульон этот жирноват для того чтобы его использовать пищу к сожалению с ним надо будет расстаться даже без всякого сожалению скажем так потому что он будет перенасыщен жирами а рулька проваренная вами уже от этих жиров избавиться поэтому превращается в достаточно деликатный нежный продукт и так ваши рульки выкладываются на поддон на какой-нибудь лоток где они остывают что мы делаем с этими рульками на следующий день допустим а все делается легко и просто разогревается духовка градусов до 180 а лучше до 200 и ваши уже готовые совершенно рульки их можно есть уже прямо сейчас но вареная рулька это не есть праздничное блюдо значит передаем ему праздничность в отдельную мисочку добавляйте примерно 4 или 5 столовых ложек соевого соуса даже добавляйте 2 столовые ложки щедрые меда или даже 3 в зависимости от количества ваших рульок то что я вам сейчас рассказываю про порцию это на 4 хозяйские рульки или на 6 средних вот примерно так ориентируйтесь разбалтываем это все в миске и тщательно и внимательно промазываем рульки не только поверхностную часть но и срезы с таким расчетом чтобы когда мы отправим ее в духовку на них образовалась карамель и промазанные хорошенько рульки медом и соевым соусом отправляем в горячую духовку время запекания зависит от вашей духовки и от того что вы хотите получить если вам хочется чтобы они были буквально каштанового цвета с блестящей глазурью держите пожалуйста подольше помните что ваш продукт уже готов был изначально до того как вы его поставили в духовку значит его нахождение в духовке это сугубо придание ему красивого цвета вида и сладковатой корочки которые изумительнейшим образом украшают это блюдо вот вам в двух словах буквально что можно еще приготовить особо не надорвав здоровье и собственно говоря свой кошелек поверьте мне что немцы толк в еде знают у них поболее нашего возможности населенную рульку они не променяют ни на что на белом свете поэтому как праздничное блюдо прекрасный вариант попробуйте обещаю что тоже покажу как она выглядит живем может тогда вы больше вдохновитесь чем просто от моего рассказа дорогие мои друзья я вам рассказала про три блюда которые буду делать я лично всенепременно на новогодний стол и тоже не обсуждается утверждено на нашем семейном совете остальные все варианты разных блюд вы можете увидеть на моем сайте там уже достаточно всяких видео если вы по каким-то причинам еще не разобрались кого где смотреть и величество кухни заходите пожалуйста там уже по моему несколько сотен видео вам останется только посмотреть там у нас вторые блюда первые там тоси пятое десятое походите по странице быть может что-то интересное вы для себя почерпите а эти три блюда они действительно меня очень здорово выручат и очень серьезно насытят и рулька конечно рассчитана на мужскую часть стола это не говорит о том что я там больше ничего делать не буду это такие три блюда которых еще нету на сайте конечно еще будут и закуски и все на свете и салаты и прочее поэтому помните пожалуйста что если за вашим столом где-то собирается примерно хотя бы 6-7 человек вот вы ориентируетесь то утка в рукаве утка курица в рукаве утка и вот эти 6 рули которые я предполагаю запечь это поверьте мне будет съедено практически в один праздничный день поэтому если вы рассчитываете что вам необходимо будет еще принимать гостей первого и второго числа то у вас еще в запасе должно примерно быть минимум три горячих блюда которые не доедятся 31-го но зато с аппетитом съедятся 1-го и 2-го числа поэтому дорогие мои друзья будут у меня еще и пальчики наши классические без которых у нас не проходит ни один праздник вот будут еще там всякие блюда но об этих трех основных мне очень хотелось вам рассказать именно в канун нового года потому что эти блюда проверены мною и если я внятно вам все рассказала я думаю у вас с приготовлением не будет никаких проблем если есть какие-то вопросы можете мне смело написать я на канал захожу регулярно я думаю что я сумею вам ответить срок и вовремя ну что ж дорогие мои друзья в следующем видео такой же обзор салатов которые я собираюсь готовить на науэп на науэп вовремя это не Продолжение следует...